11 февраля 2018-го Россию потрясла очередная трагедия в воздухе. Крушение пассажирского самолёта Ан-148. Погиб 71 человек. Спустя сутки выяснилось, на борту находился тот, кто предвидел катастрофу рейса до Орска. За несколько дней до падения самолёта уральский экстрасенс Илья Ставский заметил в своём магическом шаре железные обломки и людей в форме на заснеженном поле. Он не придал особого значения этому знаку судьбы и не сдал свой билет. Молодой человек погиб в день своего 33-летия. Но оказывается, Илья был далеко не единственным, кто заранее знал о грядущей катастрофе. Внимательно посмотрите на это письмо, появившееся в сети вскоре после трагедии. Вот его текст. Российский коммерческий самолёт упадёт 11 февраля 2018 года недалеко от Москвы, вскоре после взлёта в аэропорту Домодедово. Не останется выживших. Это письмо Жусселина Набрега де Луса, самого известного предсказателя Бразилии. Обратите внимание на дату отправки письма. 12 декабря 2017 года. Документ завизирован нотариусом. Жусселина всегда так делает, когда хочет подтвердить свои прогнозы. До катастрофы остаётся ровно два месяца. Если это правда, то получается, что бразилец предсказал все детали, включая количество жертв. Откуда он это знал? Кстати, де Лус считается одним из наследников знаменитого французского алхимика и провидца Мишеля Нострадамуса. Самого знаменитого предсказателя в истории человечества. О том, что у него в 21 веке обязательно появятся последователи, Нострадамус точно знал и зашифровал эту информацию в своих катренах. Смотрите далее. Кто они? Наследники Великого Пророка. Услышьте меня, люди. Скоро вода станет одной из самых страшных проблем. Кто победит на чемпионате мира по футболу? Что знают об этом наследники Пророка? И стоит ли верить околоспортивным прогнозам? Россия блеснёт, вырвавшись далеко вперёд. Небо в огне. Когда и где случится термоядерная катастрофа? Впервые версия правнука Григория Распутина. Может, во мне это заложено, такая энергия, две токи. Всемирное цунами никого не пощадит. Но когда оно нас накроет? Недавно оно увидело огромную волну, которая накрывает почти весь мир. Начнётся ли Третья мировая война? Какое будущее ждёт Россию? Наследники Пророка ответят на все вопросы. Самые эксклюзивные прогнозы на ближайшее будущее. Смотрите прямо сейчас. 14 февраля этого года мир облетела новость об очередном массовом убийстве в американской школе. В Портленде, штат Флорида, 19-летний Николас Круз открыл стрельбу из боевой винтовки. 17 подростков погибли. 20 ранены. Выяснилось, что о планировавшейся бойне знали и сами учителя, и даже ФБР. Стрелок не раз грозил прийти в свою бывшую школу с расправой. Но, оказывается, о кровавой драме всё это время знал ещё один человек. Бенуа Андримон. Бельгийский математик и инженер, который первым в мире расшифровал код Настрадамуса. Он уверяет, что трагические события в школе Флориды были предсказаны ещё пять веков назад. Я не экстрасенс, я математик. И это помогло мне стать переводчиком его пророческих видений о будущем. Оказалось, каждый его стих – это какое-то предупреждение миру. Настрадамус предвидел зверства Гитлера, атомную бомбу, теракты 11 сентября и большинство природных катаклизмов. Французский ясновидец оставил после себя более тысячи загадочных стихов, в которых закодировал предсказания будущего. Они написаны на смеси четырёх старинных языков без указаний конкретных дат. Столетиями учёные всего мира бились над тем, чтобы понять, что же хотел сказать Нострадамус. И только в нашем веке нашёлся человек, которому впервые в истории удалось раскрыть эту тайну. И тогда я сказал «Вау!» Я был просто поражён. Совсем недавно Бенуа сделал новое, куда более сенсационное заявление. Бельгийскому математику удалось расшифровать пророчество Нострадамуса о наследниках. В предисловии к потерянной книге рисунков «Великий ясновидец» говорит, что в 21 веке появятся те, кто будет наделён тем же даром и использует его метод предсказаний. Это невероятно, но мы нашли этих людей. И сегодня вы увидите их в нашей программе. Смотрите далее. Новая война не за горами. Почему предсказания известных ясновидцев так похожи одно на другое? Человек превращает в оружие всё, что угодно. Терроризм охватывает мир. Но где и когда будет новый конфликт? Предсказатели просят их услышать. Идёт подготовка к очень крупному террористическому акту. Океан собирает смертельную волну. О чём говорят современные пророки? Фукусима всем покажется цветочками. Остановите солнце или смерть, идущая с небес. Почему наше светило вовсе не так безобидно, как кажется? Солнечные лучи принесут много разрушений. Избыточная солнечная радиация превратит землю в огненный шар. Когда уйдёт Дональд Трамп? Какие команды сыграют в финале чемпионата мира по футболу? Как долго мир сможет продержаться без воды? И к чему приведёт смещение земной оси? Будет ли война между Северной Кореей и Западом? Какие потрясения ещё нас ждут? Нас интересует всё. Будущее, которое шокирует. О чём нас хотят предупредить наследники Нострадамуса? Только эксклюзивные прогнозы. Смотрите прямо сейчас. Врач, поэт и королевский астролог Мишель де Нострадам родился во французском Провансе в 1503 году. Он получил хорошее образование и занимался многими науками. Когда ему было за 50, вышла в свет его культовая книга пророчеств, над которой до сих пор ломают голову учёные всей планеты. Нострадамус – величайшая личность. Масштабнейшая. Его предсказания важно грамотно интерпретировать. Но если бы была возможность интерпретировать всё, что он говорил, все его Катрены, наверное, жить бы нам всем стало проще. Пророческих Катренов более тысячи. Бенуа Андримон успел расшифровать только часть. В них Нострадамус предсказал миру появление Наполеона, Гитлера, Сталина, убийства Кеннеди, клонирование людей, искусственный интеллект, глобальные катаклизмы и даже дату своей смерти. В этой же книге он рассказал о своих наследниках. Он называл их «мои дети». Расшифровки доказывают, что человек может видеть будущее. 500 лет назад Нострадамус делал это во сне или в трансе. Те, кого он называет детьми, могут сделать так же в наше время. Нострадамус говорит о шести наследниках. Они живут на всех континентах. Азия, Америка, Европа и в том числе в Аквилоне. Так французский прорицатель называл страну славян Россию. Мы решили встретиться с Бенуа и подробно обо всем расспросить. Ведь он стал первым человеком, кто применил к пророчествам математику и посвятил этому целую книгу, которая, к сожалению, стала посмертным даром ученого человечеству. Несколько дней назад Бенуа Андримон скончался. По сути, такой хакер, только не в современном понимании, а который работал с трудами 500-летней давности. То есть он знал не цифровой код, а бумажный, такой литературный. Кто же они, эти дети Нострадамуса? Шесть наследников пророка, использующие в своих предсказаниях метод французского алхимика. Мы опросили ученых, экспертов, экстрасенсов и составили рейтинг последователей Нострадамуса. Сегодня вы встретитесь с самыми главными из ныне живущих пророков планеты, которые видят будущее через сон или транс, с помощью свечей, маятников и камней, наблюдают за звездами и слышат голоса. Они расскажут, как делают свои предсказания и что ждет человечество впереди. Основатель Центра космических предсказаний самый известный прорицатель современной Индии Бабу Калаял за последние 25 лет предсказал десятки землетрясений, цунами и тайфунов в Азии, унесших множество жизней. После того, как прогнозы Бабу Калаяла стали сбываться один за другим, им заинтересовалось местное правительство. Мы предсказали все торнадо и землетрясения второй половины 2017 года. Это землетрясение в Индии, Японии, Малайзии, Иране. Там были сотни жертв. Техника Бабу Калаяла необычна. Он особыми мантрами вводит себя в транс и улавливает малейшие колебания энергетических полей, свидетельствующие о грядущих событиях. Экстрасенсорное восприятие полей в Индии известно с древности. Но его мало кто исследовал. Я пытаюсь изучить это и использовать, чтобы предупредить людей. Прогнозы индийского гуру неутешительны. Мир движется к войне. Мы на пороге Третьей мировой войны. Сегодня многие страны пытаются доказать свое превосходство. Северная Корея, Китай, Пакистан ищут возможности для конфликта. Бабу Калаял считает, что опасность исходит от Северной Кореи, США и Афганистана. Но война не самая страшная. Главная угроза человечеству совсем не на земле. Человек создал атомное оружие, но природа сильнее. Катастрофические изменения нам принесет Солнце. Солнечные лучи принесут много разрушений. Избыточная солнечная радиация превратит Землю в огненный шар. Индийский провидец предупреждает. Повышенная солнечная активность нагревает подземные воды, которые однажды просто закипят. Материки взорвутся. Эти события приведут к разрушительным землетрясениям и ураганам. Об этом писал и Нострадамус в своей пророческой книге. Вскипит огненная вода. Скрытая смерть. Страшная. Ужасная. Внутри шара Земли. Все указывает на то, что природа станет еще более безжалостной. Солнце приближается к наиболее опасной позиции. Его лучи станут смертельными. Они могут уничтожить большую часть Земли. Уже в следующем году Бабука Лоял предсказывает сильнейшее землетрясение в Северной Америке, которое может изменить всю историю США. Землетрясение и торнадо затронут США напрямую. Эпицентр катастрофы будет на их территории. Америка не выживет. Угроза существует и для других стран. И она идет из космоса. Индийский пророк предупреждает. В период до 2027 года планета Нибиру может экстремально близко подойти к Земле. Она потеряет свою ледяную оболочку и рухнет вниз огромной каменной глыбой. Последствия предсказать невозможно, но они будут чудовищными. Американский прорицатель Дэнион Бринкли консультирует политиков, бизнесменов, звезд шоу-бизнеса. Впервые он впал в транс в 25 лет, когда оказался в реанимации после удара молнии и вышел из собственного тела. Я видел сверху, как надо мной суетятся врачи. Помню, один кричал, он уже мертв. И тут передо мной открылся туннель. Я пошел по нему и оказался в красивом, ярком месте. Перед ним стояли 12 апостолов с лорцами. Они открыли дверцы и оттуда вырвалось сияние. И тогда Дэнион как будто увидел фильм, в котором показывались грядущие события. Я видел распад Советского Союза. Я видел весь ужас и потрясение, которые сопровождали этот процесс. Я видел Чернобыль. Плюс я видел все конфликты на Ближнем Востоке. Все, что происходит в Сирии, Турции. Дэнион полчаса находился в состоянии клинической смерти. Потом 7 месяцев учился заново говорить и ходить. С тех пор он регулярно покидает сознание, чтобы увидеть грядущее. Следующая мировая война будет не за нефть, не за золото и земли. Война будет за воду. Победят те, кто контролирует питьевую воду. С серьезным дефицитом воды мир столкнется уже в 2030 году. Бринкли видит ужасные картины. Тысячи людей умирают от обезвоживания. Услышьте меня, люди. Скоро вода станет одной из самых страшных проблем. Потому что невозможно пить нефть. Нам нужна вода. Это может показаться немыслимым, но ровно о том же предупреждал великий Нострадамус в одном из своих Катренов. На год 6788 придется конец всех рек и морей. Уйдет вода, и пить станут кровь. Когда сбудется страшное пророчество? По формуле Бенуа Андримона это 2030 год, что совпадает с предсказанием Бринкли. Если это правда, то человечеству осталось каких-то 10 лет. 11 марта 2011 года. Япония. Самое разрушительное землетрясение в истории этого государства. Цунами и авария на атомной электростанции Фукусима. Мир чудом избежал повторения чернобыльской трагедии. Страны Тихоокеанского региона до сих пор испытывают на себе последствия радиоактивного заражения. Наследник пророка, американец Дэнион Бринкли предупреждает, человечество ждет новая атомная катастрофа. Но только теперь на другом конце планеты. Произойдет еще одна ядерная трагедия. Она будет сильнее не только Фукусимы, но и Чернобыля. Я видел пророчества, которые касались Норвегии. Это будет одна из самых масштабных катастроф, которые случались на Земле. После ядерного удара Землю ждут гораздо более масштабные бедствия. Это вирусы, которые не появляются в природе, а создаются в лабораториях людьми. Любые болезни будут создавать искусственно. Можно ли создать генетическое оружие, которое будет поражать только определенную группу населения в зависимости от ДНК и РНК? Конечно же. Случится ли такое? Обязательно. И этой угрозы нам стоит опасаться гораздо больше, чем ядерной. И как неудивительно, Бринкли открыто обвиняет в этом политиков собственной страны. Человек превращает в оружие все, что угодно. Америка в этом деле опережает всех. Мы находимся на пороге очередной мировой войны. Из-за кого? Только из-за наших политиков. В конце февраля этого года из Китая поступили сообщения о распространении нового штамма птичьего гриппа. На зимней Олимпиаде в Пхенчхане около 300 человек из самых разных стран подхватили неизвестный норовирус. Всемирная организация здравоохранения занесла в список угроз загадочный вирус Х, о котором пока крайне мало известно. Новые разновидности болезней возникают постоянно, и зачастую место их появления военные лаборатории. Об этом вслед за американским коллегой предупреждает и российский предсказатель Артем Драгунов. В первую очередь надо обратить внимание на утечку вируса и боевого вируса. Есть определенная информация, что такая утечка уже состоялась. В 2000 году Артем чудом не погиб в аварии на мотоцикле. С тех пор ему снятся вещи и сны. Он предвидел трагический пожар в пермском клубе «Хромая лошадь» в 2009 году. Взрывы в Минском метро и в аэропорту Домодедово в 2011-м. Землетрясения в Японии, Чили, крушение теплохода «Коста-Конкордия» и несколько крупных авиакатастроф. В ближайшие два года Драгунов пророчит еще одну крупную морскую трагедию. Были несколько осознанных сновидений, есть интуиционное предчувствие, это гибель крупного океанского лайнера. Я не знаю, что конкретно вызовет его гибель, но это будет мощный пожар, и это будет одна из самых крупных морских катастроф, которые только переживало человечество. Метод Драгунова основан на анализе информационного поля Земли, который потом реализуется в его пророческих снах. Предсказатель видит детали событий, из которых затем складывается картина будущего. Артем говорит, для этого просто надо внимательно читать новости. Если пронаблюдать эти новости, вытаскивать эти ходы, складывать в таблицы и наблюдать их, то появятся поразительные результаты. Российский блогер-предсказатель Драгунов уверен, 2018 год станет поворотным для всей истории цивилизации. 2018 год в этом смысле будет очень жестким. То есть если мы наблюдали 2017 год как начало вот этих всех перемен и перехода от Старого мира к Новому, то 2018 год будет чуть ли не предпиковым. Этот год – год перелома в мировой истории. Один из главных источников напряжения в мире – ситуация вокруг Северной Кореи. И у нее нет позитивного исхода. События в Корее идут по самому худшему сценарию, по которому только могут идти. Я не скажу, что я уверен, но я вполне не исключаю от того, что наше поколение еще станет свидетелями крупной войны на Корейском полуострове, в том числе и с применением ядерного оружия. Страшно поверить, но в одном из своих вещих снов Артем увидел и угрозу для России. Есть интуитивное, есть анализ информационного поля, который говорит о том, что идет подготовка к очень крупному террористическому акту в одном из крупных городов. Причем это так связано с подземельем. Это может быть подвал, метро или тоннель. Но, по словам Драгунова, механизм уже запущен. Определенные темные, нехорошие силы складируют в подземелье горючее, взрывчатку, подручный материал, то есть все, что может гореть. Они снимают офисы, они снимают мастерские, они снимают квартиры, которые превращают в такие будущие очаги пожара. Игры престолов западных государств приведут к необратимым последствиям для миллионов невинных людей. Не все иностранные политики удержат свой штурвал. Как и другие предсказатели, в том числе и США, Драгунов видит источник бед в эксцентричной фигуре Дональда Трампа. Президент уже давно мозолит глаза финансовым и политическим элитам. Поэтому Артем Драгунов считает, что времени ему отпущено немного. Или в скором времени Дональд Трамп станет недееспособным в силу тех или иных личных обстоятельств, или его попытаются убрать каким-нибудь способом. Смотрите далее. Новые прогнозы последователей Нострадамуса. Почему население Земли будет уменьшаться? Население Земли к 2043 году сократится на 80%. Каково быть пророком? И почему вещи и сны – это дар, который не дает спокойно жить? Сны – это вход в параллельную реальность. И сенсационные признания правнука Григория Распутина. Мы нашли его в российской глубинке. Он унаследовал способность к предвидению от своего деда. Я же человек долго не прерыву. Кому из мировых лидеров угрожает покушение? Чем закончится чемпионат мира по футболу? И когда проснется Везувий? Встреча с инопланетянами и Третья мировая. Точные даты – истинные причины. Шокирующие предсказания от лидеров рейтинга наследников Нострадамуса. Смотрите прямо сейчас. Всемирно известный бразильский ясновидец Жусселина Набрега де Луз, тот, что предсказал катастрофу Ан-148, тоже получает откровения во сне. Жусселина не зарабатывает на своих предсказаниях. Он помогает людям в свободное от работы время. Получив откровения об опасном событии, сообщает тем, кого это касается. Способность видеть будущее появилась, когда мне было 9 лет. Она пришла неожиданно. Я стал видеть события и писать об этом письма. И делаю это до сих пор. Он предсказал десятки катастроф в Бразилии и во всем мире. Предупредил о тайфуне на Филиппинах, эпидемии птичьего гриппа в Китае. В эксклюзивном интервью нашей программе он рассказал об угрозе, нависшей над тремя иностранными лидерами – президентами Филиппин, Аргентины и США. Она сохранится вплоть до 2019 года. Особенно дела плохи у американцев. Их страна, по мнению Жусселина, просто наводнена террористами. Они прибыли в страну с волной мигрантов. Там их больше, чем в Европе. На США постоянно висит страшная угроза. На их территории 3500 террористов. Как американцам не жить в постоянном страхе? Эти люди там находятся как солдаты, готовые убивать по заказу. Это кажется невероятным, но у бразильского Нострадамуса 80 подтвержденных предсказаний. Он действительно знает, что говорит. И сейчас Жусселина уверяет – всему человечеству грозит реальная опасность. Я вижу, что население Земли к 2043 году сократится на 80%. Если человечество будет и дальше идти путем разрушения, это обязательно случится. Причины – болезни, разрушение природы, войны. Третья мировая неизбежна, и бразильский предсказатель знает даже точную дату ее начала. Это произойдет 16 марта 2040 года. Примерно в 18.30. Начнется война между Северной Кореей и США. Не знаю, кто ударит первым, но ракеты полетят с обеих сторон. Хорошая новость – война не уничтожит весь мир. Но вот плохая – она затронет многие страны и убьет миллионы людей. Население нашей планеты – 7 миллиардов человек. В первые несколько дней погибнут 30 миллионов. Потом цифра достигнет миллиарда. Большую опасность, уверен Делуз, несет сам человек. Его безответственное отношение к окружающей среде. Если потепление продолжится теми же темпами, как сейчас, мы начнем массово вымирать уже через несколько лет. К 2023 году средняя температура достигнет 73 градусов тепла. Только представьте, сегодня максимальная отметка 51. Мы испечемся заживо. И это затронет все человечество. Никто такого не выдержит. Наследник Нострадамуса Делуз совпадает в своих пророчествах с учителем. В одном из катренов французский ясновидец предсказал извержение вулкана Везувия после 2015 года. И записал это так. Котел подземный, спящий, проснется после 6773 года. Не будет спасения римскому царству. 6773 год, согласно расшифровкам Бенуа, это 2019. Что полностью совпадает с прогнозом Жусселина о том, что в 2018-19 годах произойдет новое извержение вулкана Везувий, которое будет сотрясать Южную Европу ровно пять дней. Погибнут тысячи людей. Делуз даже писал об этом итальянскому правительству. Но ему так никто и не ответил. Нострадамус все предвидел. Везувий – котел, полный лавы и готовый взорваться. Совсем скоро он войдет в активную фазу, которая затронет всю Европу. Ждите опасностей свыше. В одном из своих недавних сновидений бразильский прорицатель увидел страшные разрушения, идущие из космоса. В ближайшее время к нам прилетят враги из космоса. В 2036 году это астероид Апофис, который приблизится к Земле на угрожающе опасное расстояние. В 2155-м еще более крупный объект, который может столкнуться с Землей. Земля уцелеет, но столкновения вызовут ужасные последствия. Землетрясения, бури, цунами, миллионы погибших. А ведь и у Нострадамуса есть зашифрованное предупреждение о двух огненных небесных змеях, которые явятся на Землю с интервалом в 119 лет. Да, много убийств, смертей. Каэде говорила. Это полуслепая девочка, известная на весь мир предсказательница Каэде Убер. Ее рождение и дар предрекла перед смертью великая Ванга. В 5 лет Каэде предвидела гибель своего отчима и смерть бабушки. В 7 лет предсказала революцию в Египте, смерть Каддафи и победу Трампа на выборах в США. Потом рассказала своей маме о грядущих терактах во Франции, Бельгии, Германии. После чего мир объявил 14-летнюю француженку Новой Вангой. Их роднит не только Родина, Франция, но и пророчество. Как и Нострадамус, будущее Каэде видит во сне. По ночам к ней являются непонятные существа. Они приносят ей информацию. Там был человек, Николай. А что он делал? Он шел ко мне. Мать Каэде, Николь, уверяет, дочь совсем не пугливая девочка. Но ночью она часто видит такое, что просыпается от крика. Самое страшное, когда ее навещают люди в черном и что-то показывают. Утром Каэде рассказывает об этом или рисует увиденное. Самые страшные ее сны, когда по коридору ходят люди в черных пальто и приближаются к ее кровати. Они просто ходят и говорят. Это пугает ее, да? Именно черные гости показали Каэде будущие кровавые теракты во Франции. Но теперь девочку мучают новые кошмары. Ты видела, как мир разрушается? Я видела. Можешь рассказать, как это происходило? Я видела войну. Реки из крови. Но где именно? Что имеет в виду Каэде? И затронет ли эта война нашу страну? Между Россией и Америкой есть проблемы. И многие хотят знать, что ты об этом думаешь. Чем это кончится? Будет война или нет? Нет, войны не будет. Нострадамус в одном из Катренов писал, что большая война начнется с маленькой слабой страны. В 16 веке Россия уже была огромной державой. Значит, речь идет не о ней. Откуда начнется война? Эта страна большая и сильная? Или это маленькая и слабая страна? Она слабая. Мама Каэде, Николь Убер, вспомнила, как однажды утром записала за дочерью странные слова. Она еще никому о них не говорила. Сегодня они звучат впервые. Будет кровавая битва между черным драконом и белым орлом из-за океана. Речь, скорее всего, идет о противостоянии Северной Кореи и США. С обеих сторон звучат угрозы, а Ким Чен Ын открыто пугает Вашингтон и весь мир ядерным оружием. Если кто-то из них нажмет кнопку, погибнут миллионы. Вот это массовое убийство и видит в своих страшных снах маленькая француженка Каэде. Один из последних и самых жутких снов Каэде Убер, который даже ее мама не может забыть, гигантская волна, захлестнувшая землю. Каэде говорит, она смоет целые города. Недавно она увидела огромную волну, которая накрывает почти весь мир. Она была очень большая. Дочка, ты помнишь? Помнишь, ты спала и начала задыхаться? Я спросила тебя, что случилось? А ты сказала, что как будто захлебываешься и тонешь. В ту ночь посетители в черном так и не показали, где произойдет это масштабное бедствие. Новая цунами в Азии? Быть может, речь идет о пробуждении итальянского Везувия или американского Йеллоустоуна, оживление которого с содроганием ждет все человечество. Каэде хочет нас предупредить. Очевидно, что землетрясение в любом из этих регионов приведет к разрушительным последствиям. В остальном французская предсказательница смотрит в будущее с оптимизмом. Она видела во сне те времена, когда мы отправимся к другим планетам. А значит, жизнь нашей цивилизации продолжится. Знаешь, многие люди говорят, что технологии дойдут до того, что мы сможем садиться в корабли и отправляться на другие планеты. Такое возможно? Возможно, что мы будем жить на других планетах? Да. Знаменитая Ванга говорила, что видит встречу землян с другой цивилизацией. Произойдет это через 200 лет после ее смерти, то есть в 2196 году. Поразительное совпадение, но похожее пророчество есть и в книге Катренов Нострадамуса. Прибудет король далеких дворцов. Мимо солнца и звезд пролетит для союза с земными царями. Что же это, как несудьбоносная встреча с инопланетянами? Как наследники Нострадамуса получают свои предсказания? Эксперты сходятся во мнении, что обладающие даром предвидения способны подключаться к ноосфере – невидимому информационному полю, накопленному за столетия человеческой истории. Оно содержит как следы всего произошедшего, так и отпечатки будущего. Существуют различные способы извлечения информации. Это и в состоянии трансового гипноза, это в состоянии медитации, это и сны. Каэде Убер, как сам Нострадамус и большая часть участников нашего рейтинга, видит кадры будущего во сне. Расскажи, откуда ты берешь вещи, о которых говоришь? Из головы. Она предсказывает на бессознательном уровне. У нее появляется что-то в голове, а потом она это озвучивает. Другие предсказатели словно смотрят фильмы на экране условного телевизора. Третьи путешествуют в других измерениях и получают необходимую информацию там. Это всегда происходит через сны, но это не сны в обычном понимании. У меня никогда не было обычных снов, как у простых людей. У меня словно происходит телепортация. Я отправляюсь на место события и получаю информацию. Ученые изучили мозг главного предсказателя Бразилии и поразились. В фазе глубокого сна центр сознания обычного человека отдыхает. А у Жусселина Набрега де Луса он работает, как днем. Телепортаций бывает несколько. Если нет других событий, я возвращаюсь в свое тело. А если еще есть, то я отправляюсь туда. Также есть версия, что через сон ясновидец переносится в параллельный мир, где будущее уже наступило. Некоторые считают, что сны – это вход в параллельную реальность, в которой больше информации об окружающей жизни. Практически каждый прорицатель говорит, что ясновидение дается ему слишком дорогой ценой. Таким ясновидением обладают единицы. Почему у них оно появилось, сказать довольно сложно. Но, по всей видимости, это или очень серьезные переживания, или природная какая-то аномалия. Ванга, как известно, была слепой. У КАЭД Убер – врожденная генетическая болезнь. Дэнион Бринкли перенес клиническую смерть. Артем Драгунов чудом выжил в аварии. Сам Нострадамус пережил эпидемию чумы, которая забрала у него жену и детей. И он считал свой дар, скорее, даже не благословением, а проклятием. Вот, потому что эти видения, приходящие ниоткуда, это было такое неконтролируемое совершенно им, как вот сейчас бы сказали, вот какой-то такой припадок. Но вот парадокс. Человечество считает прорицателей некими небожителями. Они же сами, как правило, испытывают от своего дара одни неудобства и мечтают стать обычными людьми без сверхспособностей. Я хотел бы жить нормальной жизнью. Люди зря завидуют. Я страдаю трижды каждый раз, когда что-то вижу. Сначала я переживаю это во сне, потом я должен предупредить об этом в письме. А затем, когда уже слышу новость. Смотрите далее. Нужен код. Впереди главная тайна Нострадамуса и ее расшифровка от бельгийского математика Бенуа Андримона. Это предсказание относится к возможной ядерной атаке. Скорее всего, целью является Нью-Йорк. Час расплаты. Что сулит будущее финансовым магнатам и крупным корпорациям? Практически вот все богатые люди лишат своих состояний. Что будет с Россией? Точный прогноз от каждого из наследников пророка. Экономика России будет определять судьбу экономики всего мира. И сенсационное интервью правнука русского ясновидца Григория Распутина. Все эти годы он жил в уральской глубинке, но мы нашли его. Перенял ли он дар знаменитого предка? Вот раз мне приснилось, то каталава у меня будто затапливает. Что он думает о пророчествах Нострадамуса? Спасется ли человечество после аномального солнечного вихря? Кто совершит удар по Нью-Йорку? И, наконец, когда Россия станет чемпионом мира по футболу? Смотрите прямо сейчас. Этот человек скрывался от людей на протяжении 70 лет. Он видит будущее и умеет лечить болезни руками. Его имя Виктор Федорович Пролюбщиков. Целитель и предсказатель Виктор Пролюбщиков долгие годы живет в глухой тайге под Тюменью. О его местонахождении знают только жители ближайших деревень, которые приходят к старцу за помощью. И до недавнего времени никто даже не догадывался, что народный лекарь – правнук знаменитого ясновидца, самой одиозной фигуры начала 20 века Григория Распутина. Моя прабабушка родила у него в услужении, в горничной, помогала там в дом. Может, она с ним согрешила, и черт его знает. С молодых лет Виктор чувствовал, что ему передались необыкновенные способности прадеда, но не понимал, как можно ими распорядиться. О Григории Распутине правнук говорит охотно. Он многое предвидел. Будучи еще молодым юношей, 16 лет, он своим взглядом на ходу тройку останавливался. Она перед ним на дыбы вставала. Вот он обладал таким даром взгляд его. Григорий Распутин исцелял людей. Помогал снимать боль наследнику престола, цесаревичу Алексею, который страдал неизлечимой болезнью – гемофилией. Когда появился человек, который мог эти страдания облегчить, а иногда даже и вовсе каким-то образом, трудно объяснимым, но действительно зафиксированным, снять, то ясно, что он стал близким и дорогим для императорской семьи. Григорий Распутин свои картины будущего тоже видел во сне. Он предрек революцию и расстрел царской семьи. Дату своей смерти тоже знал наверняка. Сейчас смотри. Всё. Тут он от многих болезней. Сейчас вот закроем, пускай она парится. К нему едут со всей России. Кто избавится от хвори, кто узнать судьбу. Техника предсказаний уральского старца наиболее близка к методу самого Нострадамуса. Тот вызывал пророческие видения, вдыхая специальные отвары. Правнук Распутина напитывается энергией буквально из воздуха. Вокруг тайга и вековые сосны. Приходя сюда, проезжаешь этой энергией, этим воздухом. Дышишь, дышишь. Не надо дышать. Как известно, Нострадамус мог понимать язык зверей и птиц. За много лет правнук Распутина тоже настолько слился с природой, что говорит с ней на одном языке. Не могу разговаривать я. Я всё тайно разговариваю. Дерево могу разговаривать. Виктор Пролюбщиков рассказывает, что порой может определить судьбу человека, просто взглянув на него. Я по улице, я замечал просто с собой так, что вот этот человек долго не проживет. А потом смотрю, точно, он помирал. Ему редко снятся сны, но в 89-м году именно в них он увидел распад СССР. Потом он предвидел аварию на Саяно-Шушенской ГЭС 2009 года, гибель теплохода «Булгария» в 2011-м, катастрофу пассажирского самолёта над Синаем в 2015-м, страшные лесные пожары в Европе, теракты в метро Санкт-Петербурга. Сегодня потомок Распутина предупреждает о новых потрясениях. Будут катаклизмы, связанные с водой, землёй, землетрясения. Правнук Распутина никогда не встречался с другими предсказателями, но так же, как они, старец предупреждает о смертельной угрозе, исходящей от Солнца. Будет влиять на нас Солнечная система, всё это под влиянием его излучений. Жертв, конечно, много будет. Но самые жестокие испытания ждут американский континент. Недавно правнук Григория Распутина увидел пламя над крупным городом в Соединённых Штатах. Не то вулкан, не то ядерный взрыв. Видел, ну, большое вот это движение, как лава на меня шла, пепел, всё это. Пожары, много пожаров видел. Всё горело, землетрясение. Это случится совсем скоро, говорит Пролюбщиков. Невероятно, но ровно такой же прогноз есть и у Нострадамуса. На 40,5 градусов вспыхнет небо. Огонь приблизится к большому новому городу. Великое пламя мгновенно займёт всё небо, когда от норманов получат подтверждение. Тайну этого Катрена раскрывает нам бельгийский математик, расшифровщик предсказаний Нострадамуса Бенуа Андримон. Это предсказание относится к возможной ядерной атаке. Скорее всего, целью является Нью-Йорк. По мнению учёного, именно Нью-Йорк идеально подходит под описание «Большой новый город». Кроме того, он действительно находится на широте 40 градусов. Огонь приблизится. Это означает ракету. Великое пламя мгновенно займёт всё небо. Это термоядерный взрыв. Единственное известное оружие, способное заставить небо гореть, это цепная ядерная реакция, как у термоядерной бомбы. Всё это увидел и написал Нострадамус ещё в 16 веке. Но вот вопрос, когда же это произойдёт? Бенуа Андримон снова переводит текст в числа и даёт шокирующий ответ. Всё это указывает на 2018 год довольно точно. Это произойдёт с «Большим новым городом» в 2018 году. И это Нью-Йорк. И ещё одно важное предсказание Нострадамуса на ближайший год. Мы получили его снова благодаря бельгийскому математику Бенуа Андримону, которому удалось разгадать шифр посланий французского астролога. И касается оно мировой экономики. Грядёт финансовый крах. О нём предупреждает Нострадамус. Он предсказал его на 2018-2019 года. Скоро у богатых ничего не останется. В одночасье разорятся богатеи. Тремя братьями мир ввергнут будет в смуту. Голод, кровь, огонь, чума. Но вдвойне всех бед. Пока трудно сказать, кого Нострадамус называл тремя братьями. Возможно, это кто-то из банкиров или члены семьи Рокфеллеров. Ясно одно. Передел финансового рынка будет иметь разрушительные последствия для глобальной экономики. Практически вот все богатые люди лишатся своих состояний. Так или это нет, мы увидим, конечно. Но он был уверен, что коды точные, и предыдущие его предсказания он проверил с помощью этих кодов. Но что же будет с Россией? Что предсказывает Нострадамус в своих Катренах именно нашей стране? Россию он писал не раз, когда предрёк появление Лжедмитрия, реформы патриарха Никона, Октябрьскую революцию, правление Сталина и распад СССР. Но было ли что-то в его Катренах о России 21 века? У Нострадамуса есть пророчество о России. Он писал, что после многих бед в 21 столетии славяне станет новым Вавилоном для всего мира. Индийский пророк Бабу Калаял обещает России мирное будущее без потрясений. Я не вижу у вас войну, ядерный взрыв или атаки террористов. Власть сумеет защитить мирную жизнь людей. Правители России будут вести страну к росту по многим направлениям. Например, в освоении космоса и компьютерных технологиях. Американский предсказатель Дэнион Бринкли следит за развитием отношений его страны с Россией и даёт прогноз, совершенно неожиданный для гражданина США. Россия очень важна для всей Земли. Именно на русских высшими силами возложена огромная ответственность. Экономика России будет определять судьбу экономики всего мира. Россия сыграет решающую роль для всего мира. Именно она будет определять, в мире или в войне мы будем жить. Разделяет оптимизм американского правительства и наследница Ванги. КАЭД Убер не раз видела Россию в своих вещах снах. И все они наполнены светом. КАЭД, а как ты думаешь, какое будущее ждёт Россию? Что с ней произойдёт в новом году? С ней всё будет хорошо. Это хорошая страна. У бразильского ясновидца Жуселина Набрега де Луса мы прежде всего спросили, кто выиграет Кубок мира по футболу. Он сказал, что не пытался обратиться к космосу с таким вопросом, потому что он бразилец и верит только в победу своей команды. Но авторитет России сильно вырастет после удачного проведения мундиаля. А чемпионство нашей сборной всё ещё дело будущего. Россия блеснёт на чемпионате, хотя, возможно, и не вырвется далеко вперёд, как хотелось бы вашим болельщикам. Но её звёздный час впереди. Ещё 3-4 чемпионата мира, и она дойдёт до вершины. Нашу страну так часто пугают санкциями и финансовым крахом. Но случится ли он на самом деле? Будут экономические сложности, будут проблемы. Но потом страна станет крупнее и сильнее, чем сейчас. В 2032-2033 годах. Это будет время России. Уральский старец, правнук Григория Распутина, уверен, нам ещё предстоят трудности, и конкуренты будут вставлять палки в колёса. Но когда Россию пугало подобное? Но всё это обернётся, на благо народ всё равно будет жив и будет жить. А Россия будет процветать. Главные провидцы мира единодушны. Несмотря на все проблемы, внешние и внутренние препятствия, будущее России они видят ярким и светлым. Именно солнышко, вот знаете, вот дети рисуют солнышко, вот это солнышко должно стать символом России. Великий Нострадамус тоже всегда говорил о России, как о солнце. Он называл её аквилоном. В его книге пророчеств он так и пишет. В далёкие века взойдёт аквилон. Солнце нового золотого века. Французский пророк называет Россию будущим духовным центром. Материальные ценности уйдут на второй план. Откроются новые источники энергии. Люди станут терпимее относиться друг к другу и изобретут эликсир бессмертия. Нас ждёт множество чудес. Грядут перемены. Но только если Катрены провидца расшифрованы верно. В противном случае Нострадамус предупреждал. Ложное толкование его четверостишей таит в себе угрозу для всего человечества.